Всем привет! У меня в столе валялась вот такая микросхема ТА-8215. Захотел я с ней что-нибудь слепить. Слепить это значит усилитель сделать. Вот я уже тут деталюшек понапаял, всяких разных резисторов, вот эти вот подстроечники. Это чувствительность каждого канала регулировать, потому что ну много подашь, там это в общем нехорошо. Крепится она на радиатор, вот эта вот площадь вот эта вот как раз к радиатору. В общем деталюшки то я тут все почти понапаял, но тут кое-какие вот пришлось вот так ставить. Ну ладно, что теперь. Все эти детали всякие разные, разномастные. Чё было? Так вот чё было, а чего нет? А нет у меня вот этих вот резисторов 2,2 Ома. Вот они. 4 штуки их надо. Ну нет у меня их и все. Зарешил я сделать сам. А сам вот я уже вот сделал 3 штуки их. Ну и в общем решил, что это надо вам показать, как это я их делал-то. Вам может быть тоже придется когда-нибудь такое делать. В общем делается это очень даже просто. Берем резисторы какие-нибудь, ну желательно какие-нибудь конечно низкоомные, но у меня вот тут вот 20 Ом они вот идут, резисторы. И на них как на оправку мотаем. Вот у меня такой вот провод есть, вот он. Так, значит как он там? Разница-то? Пэшок. Провод эмалевый, шелковый, оплетки константовый. Так, диаметр у него 0,15. Он у меня на балконе лежал-лежал, а потом я про него вспомнил, что вот, из него-то можно же сопротивление дайте мотать. Вот, в общем, ну у кого такого нет, вы можете просто медный мотать. Я делал тоже так. Шунты медный мотал. А, ничего, нормально все. Вот это вот сопротивление мы взяли. Потом, соответственно, проводочек вот этот, ну так как сопротивление это 2,2 Ома, то проводок надо маленький. Ну, в общем, вот так. Ну, сантиметров, наверное, 7-8. Конечно, можно взять, по формуле рассчитать, зная диаметр его, зная удельное сопротивление, можно выше, за какую длину проводка надо. Ну, я это дело не хочу считать, вот потому что не люблю я это дело. Я лучше практически. А практически так. Вот берем вот этот вот конец, зачищаем, потом кислотой паяльной, потому что эта константа, ну, он просто так запросто не паяется, поэтому мы берем вот такую вот кислоту, вот она нам паяльная, вот, и это дело смачиваем, проводок этот, и потом заложиваем. Когда мы это дело залудили, вот тогда мы можем его припаять. Вот наматываем тут его, ну, конечно, вывода у него тоже, у этого резистора нужно, соответственно, зачистить, залудить. Вот мы тут обмотали немножко и припаяли. В общем, вот он у нас припаянный. Один конец. Теперь нам нужно высчитать, сколько нам нужно здесь и припаять его с этой стороны. Так, значит, делается это таким образом. Вот он. Вот у нас один щуп прибора. Вот он. Вот мы его сюда подстегнули. Ну, сопротивление 20 Ом, это можно считать, что даже и никак не считать. Это не какой-то сверхточный, нужно этот шум делать. Вот, потому как 2,2 Ома и вот 20 Ом параллель вот этого, ну, это, ну, почти незаметно ничего это. Так, потом берем вот такой скальпель. Любой. Вот так вот его. Вот так. Так, чтобы контакт был более-менее. Вот, а потом замотаем тут. Пробуем. Вот у нас прибор подключенный. Вот, 5,5 Ома. Вот, значит, надо еще ближе. Процарапываем. 4,6. Вот мы ищем, ищем ту точку, какую нам потом появится. 4,2. Так, 3,7. 3,3. Но дело в том, что у нас вот эти сами провода-то, они же тоже сопротивление имеют. Поэтому мы берем и вот так вот ее сразу, раз, вот так вот. И смотрим, сколько он у нас. 0,3 Ома. 0,2. 0,2 Ома. Вот, значит, нам нужно 2,4 Ома сделать. Вот тогда у нас будет то, что надо. Потому, что у нас это же еще. Вот, значит, вот, чтобы она у нас тут была 2,4 Ома. О! Вот так вот. 2,6. Это на 2,6. 2,4 будет где-то вот тут. Так, вот. Короче, вот отсюда вот такой длины проводок надо всего. Вот такой вот маленький. Малюсенький, малюсенький. Так, значит, мы это зачищаем. Вот она. Провод-то вот такой, он как пружина. Так старается все куда-то закрутиться, завертеться. Значит, его нужно умудриться зачистить. Потом берем кислоту. Вот у меня кисточка такая. Хорошо вот есть бутылочки. У них сразу в пробке сделана эта самая кисточка вмонтирована. Ну, вот у меня вот такая кислота не вмонтирована. Так, теперь вот этот конец надо залудить. Так, ну, заложивать будем обыкновенно. Вот так вот, как бы, натирать будем его эти самые оловом. Так, значит, залудили. Я думаю, я думаю, залудили. Так, теперь что? Теперь что тут? Теперь вот что. Вот это вот снимаем. И вот это вот надо накрутить. Вот. Это у нас получится вот такое. Так, значит, зачистили. Припаяли. Замерили. Вот он резистор. Вот так вот сделаны они 4 штуки. Вот я запаял все сопротивления, конденсаторы, полностью все. Все здесь собрано. Включать надо его и проверять. Вот тут у меня, вот, питание сюда подается. Плюс 15. Ну, можно и 12. Это у нас один канал выход. Второй канал выход. Здесь у нас вход. Это регулировать чувствительность. Вот так вот снизу. Вот так выглядит. Вот тут канифоль в спирте растворенный. Можно его смывать, а можно не смывать. Канифоль в спирте не обязательно смывать. Он, во-первых, служит для того, чтобы плата не окислялась. Так как без него. Ну и вдавалок она как бы изолятором каким-то служит. Проводим испытания усилителя. Вот на выход я нагрузил вот такое 4-хомное сопротивление. Ну, мощность у него явно недостаточная для того, чтобы полноценно все проверить. На второй канал у меня тоже вот 4-хомное сопротивление. Вот оно нам. Так, на вход подаю сигнал со звукового генератора. Выход у меня подключен на вольтметр. Вот на этот вот. И еще подключен на осциллограф. Предел здесь 5 вольт на деление. Вмерение надо производить очень быстро, потому что сопротивление эти, они просто-напросто отпаяются у меня сразу же. Как подальше, побольше, если... Так, в качестве радиатора вот тут такая пластина алюминиевая. И пробуем. Напряжение до 15 вольт у меня не доходит. У меня последнее это 15 вольт. Так, освещение включилось. У камеры. Вот, сейчас я кратковременно подам сигнал. Вот, и быстренько это дело зафиксируем. Сколько получится. Значит, подаем до того момента, когда подрез начнется. Ага, вот. Подрез начался так. Смотрим, тут 7,5 вольт. Делаем то же самое со вторым каналом. Плавно увеличиваем. Так, всё, выключаем. Получилось то же самое. 7,5 вольт на выходе, 4 ома сопротивления. Мощность у нас получилась 14 ватт. 14 ватт без искажений. Если больше подать на вход, значит, там уже подрез будет больше, мощность будет расти, но искажение будет увеличиваться. Вот такой вот веселительный. Так что, кто хочет, пожалуйста, может сделать себе такой. Ничего тут мудрёного нету. Ну, вот и всё. Спасибо вам до просмотра. Успехов вам в настройке, в наладке. И до будущих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok